Доброе утро, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в необычную страну наших прав и обязанностей. Посмотрите на рисунок-символ и скажите, что там нарисовано. Правильно, ребята! Это младенец. Это радостное событие. Человек родился. На что он имеет право? Конечно, на жизнь и на имя. У каждого из вас есть имя. Ведь оно даётся человеку от рождения и остаётся с ним до конца его жизни. Поэтому есть не только право на имя, но и обязанность обращаться друг к другу по имени. Ничто так не обижает человека, как если окружающие неправильно произносят или коверкают его. А что обозначает этот символ? Вы догадались, какое право может обозначать этот символ? Конечно, это право на любовь, на заботу. Это право помогает вам быть счастливыми, делает вашу жизнь светлой. Как вы думаете, о вашей заботе и любви нуждается кто-нибудь? И что вы можете сделать для тех, кто ждёт от вас любви, заботы? Подумайте над этим вопросом. Любовь и забота – это не только ваше право, но и ваша обязанность. Помогать всем, кто в этом нуждается, оберегать слабых. Сейчас я хочу вам предложить выполнить упражнение, которое поможет вам выразить свою любовь и заботу. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, представьте, что у вас в руках, маленький беспомощный птенец. Возьмите его в ладони, закройте, согрейте его своим тёплым, спокойным дыханием, прижмите груди его, и вы почувствуете, какую силу вы ему даёте. А сейчас откройте руки, посмотрите, как он счастлив, как он улыбается, как он поёт песни, и выпустите его на волю, ему там будет хорошо. Вы почувствовали, что о ком-то заботиться не только приятно, но и ответственно. А сейчас переходим к другой картинке. Что означает этот символ? О каком праве вам напомнила эта картинка? Правильно, ребята, право на медицинское обслуживание. Что означает это право? Когда заболеешь, надо идти к врачу, чтобы он назначил вам лечение, а вы обязаны лечиться, терпеливо принимать лекарства, которые назначил вам врач, оберегать своё здоровье, что помогает человеку быть здоровым. Чистый воздух и вода, полезная здоровая еда, занятия зарядкой и спортом. Переходим к следующему символу. О каком праве детей напоминает эта картинка? Правильно, ребята, это право ваше на образование. Каждый ребёнок имеет право учиться в школе, чтобы получать новые знания, чтобы быть умным, грамотным. Уже в этом году вы пойдёте первый раз в первый класс. Какие новые обязанности появятся у вас? Стремиться получать знания, добросовестно относиться к урокам и уважать труд учителя. Надеюсь, что вы у меня замечательные ребята будете поступать только хорошо, не нарушая прав других и выполнять свои обязанности. В жизни можно по-разному жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожжённую солнце достать и подарить его людям. На этом занятие наше закончилось. До новых встреч!